Начало июня никак не обходится без перепадов температуры. Три недели стояла страшная жара, плюс 33 для Самарской области это нонсенс, и вот теперь температура опустилась до плюс 18 днём, а ночью плюс 14. И это, конечно же, стресс для растений. Им нужно обязательно помочь, иначе завязывание плодов будет происходить плохо. Да если даже плоды завяжутся, то велика вероятность их осыпания. Не будем тянуть время и приготовим питательный коктейль для наших растений, которым обработаем их по листу. Да, именно по листу питание растения усвоят гораздо быстрее. За основу моего коктейля я беру натуральный жидкий биогумус, в котором есть все необходимые макроэлементы азот, фосфор и калий. Именно эти элементы растения расходуют в больших количествах. Но, друзья, в обязательном порядке смотрите, чтобы в вашем удобрении, в жидком удобрении присутствовал калий. Именно он отвечает за хороший рост плодов. Как плодовых культур, так и овощных. А еще в коктейль добавлю раствор янтарной кислоты. Это отличный антистресс для растений, стимулятор роста. Именно янтарную кислоту многие производители добавляют в антистрессовые препараты. Но мы можем с вами ее купить в любой аптеке или садовом магазине. Расход простой. Запомните, 2 грамма янтарной кислоты на 10 литров воды. Но если вы покупаете янтарную кислоту в таблетках, смотрите именно на количество самой янтарной кислоты. Еще раз повторю, 2 грамма янтарной кислоты на 10 литров воды. И еще один ингредиент, который будет присутствовать у меня в коктейле, это борная кислота. Наличие бора в растениях также помогает лучшей завязываемости плодов. Поэтому обработку бором я произвожу стабильно раз в 2 недели. Норма расхода борной кислоты тоже очень простая. 2 грамма борной кислоты на 10 литров воды. Но борную кислоту лучше разводить в теплой воде, так она быстрее растворяется. 2 грамма борной кислоты – это чуть меньше, чем чайная ложечка, без горки. Обычно для обработки растений по листу я использую аккумуляторный электрический опрыскивател. Конечно, это очень быстро и очень удобно, но у аккумуляторных опрыскивателей очень большой расход. Вот иногда в целях экономии лучше пользоваться помповым опрыскивателем, чтобы зря не расходовать бесценное удобрение, либо биологическое средство защиты от болезней и вредителей. Друзья знают, что мне подарить. И вот не так давно, на годовщину покупки дома, мне друзья преподнесли очень интересный подарок. Вот он, еще им не пользовался. Этот опрыскиватель от известного производителя итальянского Димартино. Интересный у него дизайн, обратите внимание. Надоели вот эти скучные коробочки. И тут вот оно. Итальянский производитель Димартино создает свои изделия только в Италии. Имеет европейский знак качества – тюф. Вот как он выглядит. В Европе, говорят, проверено тюф. Их продукция отличается тем, что при изготовлении используется высокотехнологичный, нетоксичный пластик. Димартино – специалист в производстве любых ручных устройств и приспособлений, предназначенных для полива, орошения и распыления различных материалов. Все детали выполнены из качественных материалов, очень приятных на ощупь. Кстати, на колбу производитель дает гарантию 3 года. Шланг – морозоустойчивый и теплоустойчивый. Предохранительный клапан давления с индикатором давления. Если накачка дошла до красной зоны, то клапан стравливает воздух сам. Что немаловажно, пружины в клапане выполнены из нержавеющей стали. Не окисляются и не ржавеют. А знаете, почему ломаются опрыскиватели? Я покопался в интернете и понял, что в основном летят какие-то соединительные элементы, прокладки. Так вот, в опрыскивателях Димартино все прокладки выполнены из бутадиен-нитрильного каучука, что обеспечивает стойкость даже к самым агрессивным химическим растворам. То есть опрыскиватель прослужит долго. Опрыскиватель очень удобный, 4-литровый, совершенно не тяжело носить его на плече. В общем, преимуществ масса. Я, кстати, поинтересовался у друзей, где они заказывали, поскольку знаю, что фирма Димартино не представлена никак в Самаре. Так вот, приобрели, мои друзья, этот опрыскиватель на сайте kado.ru. Это известный интернет-магазин садовых инструментов. Я там, кстати, заказывал немецкую пилу и секатор. Остался очень доволен. Пользуйтесь хорошим инструментом и получайте удовольствие от садоводства.